Как не думать о сне? Работа с мышлением, это у нас неделя, по-моему, пятая, но это не значит, что мы сейчас не работаем с мышлением, потому что сейчас мы делаем что? Когда только начали ограничивать сон в начале терапии, мы увеличиваем степень сонливости у человека, создавая у него ограничение сна. А когда у человека ограничение сна, то ему, как следствие, хочется спать, а когда ему хочется спать, на определенном этапе он перестает думать, что он бессонница, не бессонница, ему как-то доползти до своего кой-то места, на него лечь и заснуть. Так что вы уже сейчас начали бороться в этом направлении со своим нарушением сна. Ну а что касается «Не думайте бессонницы» и совсем лайтовых, чтобы не перегружать просто вначале себя, это очень полезная штука. Просто вот только вы подумали о бессоннице, брать и переключаться на другое дело. Вот какое-то такое заврождение какое-то такое воображаемое поставить в голову, только начали что-то думать. Идите делать что-то, что вас вовлечёт, что ещё лучше, если это будет какое-то общение с людьми, с собеседниками. То есть чтобы утащить свои мысли, не нужно себе подкреплять привычку «Думать о бессоннице». «Думать о бессоннице» — это зачастую привычка. Вот просто вот прорубилась вот такая вот дорога из нейронных связей в сторону того, что человек автоматически начинает думать о бессоннице. И он полагает, что это его реальность. Но оттаскивать своё внимание очень важно. Пока что на ранних этапах терапии именно таким образом. Это легче всего сделать. Вот. Дальше будет больше. Я, между прочим, тоже немножко прокомментирую. Пациентам я говорю, особенно когда мы входим в фазу ограничения сна, и человек думает, ой, я же не спал, а теперь ещё буду как-то ограничивать. Говорю, окей, вы будете накапливать дефицит сна, и это эликсир фактически сна вы накапливаете. То есть если вы не спите и радуетесь этому, значит сонливости будет больше, и в конце концов вы заснёте. То есть вот такая парадоксальная ситуация с тем, что человек, допустим, подумал, что он не спит. А ещё, ну тоже, когда с пациентом беседуем, у нас же как когнитивно-поведенческая терапия. Хотя вообще правильное было бы назвать её поведенчески-когнитивной, потому что мы сначала начинаем с поведенческих. Это вы там думаете? Да, с поведенческих всё-таки, но ограничение сна — это поведенческая терапия, да? Понимаете, я скажу так, что хоть 10 раз скажи человеку, не думая о бессоннице, он всё равно, если он её боится, будет думать. Но это как… Вот 10 раз скажи, что не бойся гадюки, что человек перестанет бояться гадюки, но научи его поймать эту гадюку 10 раз, и на 11 он перестанет бояться гадюки. Так вот, если мы резко ограничим ему время пребывания в постели, вызовём выраженную сонливость, и в конце концов человек, несмотря ни на какие страхи, заснёт, и так там 10 раз поспит, то у него уже появится, грубо говоря, там свет в конце тоннеля. То есть мы поведением изменим сознание практически автоматически, хотя, конечно, потом можно прямо с сознанием работать, уже когнитивные техники, но всё-таки бытиё определяет сознание. Ну вот такая маленькая ремарка.